Эта практика заключается в изучении животных, в изучении позвоночных животных, леса, поля, луга. То есть мы ходим, у нас такие достаточно длинные экскурсии, обычно мы встаем в 5 утра и где-то километров 12-15 проходим по разным биотопам для того, чтобы изучить, какие животные там обитают. Мы их рассматриваем в бинокль, пытаемся записать их полевые признаки, узнать их по голосам и затем уже, когда возвращаемся на базу, смотрим в определители и определяем, что это были за животные. Помочь природе может каждый. Ну, во-первых, самое главное, это не вредить. Вот здесь действительно, как у врачей, заповедь не навреди. То есть каждый из нас может не оставлять за собой мусор, каждый из нас может не пугать животных, не пугать птиц, каждый из нас может повесить скворечник или другое искусственное гнездо для того, чтобы привлечь птиц к себе рядышком. То есть это вот те несложные действия, которые может сделать каждый. Ну и, конечно же, нужно, наверное, больше узнавать природу, нужно любить ее, нужно чувствовать ее, и тогда вы поймете, что еще нужно делать каждый день для того, чтобы у нас была действительно здоровая окружающая среда. Во-первых, вообще, как попал к нам энцефалитный клещ? Это вот к вопросу о том, что все нужно в природе знать, и любое действие, оно должно быть просчитано. У нас была акклиматизирована с Дальнего Востока инотовидная собака. Это животное акклиматизировали как пушное животное для того, чтобы получать с него действительно красивую шкуру. Но вот эта сторона, она как-то не очень стала привлекательной для человека. А в шкуре инотовидной собаки приехали к нам те самые эксодовые клещи, которые хорошо акклиматизировались вместе с ней и стали чувствовать себя очень вольготно. Ну и плюс, конечно, вот то, что я уже сказала, территории перестали обрабатывать от клещей, плюс теплые зимы, которые позволяют этим клещам и их личинкам перезимовывать. То есть все вот это вот вместе создает такую нездоровую обстановку по клещевому энцефалиту. И действительно, когда мы идем в лес, вот мы еще в городе со студентов обязательно требовали выучить, изучить все правила поведения, это обязательно должна быть вот такая одежда, плотная одежда, которая не позволяет клещу попасть к вашему телу и вас укусить. Потому что заболевание, клещ переносит не только клещевой энцефалит, он переносит еще и барелез и еще целый букет заболеваний, которые действительно для человека могут быть либо смертельно опасными, либо привести к очень серьезным последствиям. Вплоть до параличей, там человек может потерять слух и так далее. Поэтому мы обязательно со студентами, когда выходим в лес куда-то вот на дальние экскурсии, они обязательно и хорошо одеваются, мы это проверяем, обрабатывают себя специальными репеллентами для отпугивания клещей. Ну и потом, когда приходят, сразу в душ, сразу себя осматривают. Ну вот пока за две недели практики мы ни одного клеща на себе не нашли. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...